Хорошая победа, в принципе, игра была равная, я бы сказал, кость-кость, в конце реализовали свои моменты, выиграли, пацаны-молодчики, спасибо за игру. Довольная эмоциональная игра, сразу же заклеснулись, шокирующий старт был. Ну, не знаю, даже. Давнее такого не было, чтобы такси не пропускал, две еще в самом начале. Не знаю, может, проспали, может, да, чуть-чуть начало, согласен, но, я говорю, пацаны-молодчики проявили характер, с 0-2 отыгрались. Ну, такая эмоциональная игра и, в том числе, со стороны, с футбол они играли довольно жестко и, кажется, для нас вообще не пытался отвечать. Да, я бы не сказал, что мы отвечали, мы играли в свой хоккей, тоже мы не хотели уступать, у нас было желание победить. Довольно странный момент произошел, когда тебя арбитр отправил на две минуты отдыхать. Ты что-то сказал или так, или почему вообще? Без комментариев. Хорошо, давай так, поговорим. Первый бомбардир Олимпе ТЛ – ты. Что скажешь? Да ничего, что скажу. Пацаны, все пацаны, спасибо пацанам. Сегодня даже он, Мирослав, но пустые отдал, там просто он подставит, пилюсочка осталась и все. Пацаны-молодчики, спасибо им. Анатолите, ты так скромно смущаешься, даже забавно. Хорошо, давай другое, давай другое. Который матч подряд ты забрасываешь? Сейчас намекательный интервью. Третий, наверное. Ты прошел такой тяжелый этап, когда не получал забрасывать сейчас в каждом матче? Хочу еще раз просто отметить партнеров, что помогли мне. Ты чувствуешь подъем эмоциональный? Ну, полегче стало, но все зависит от меня. Нет партнеров? Ну, от партнеров, понятно. Ну, по игре партнеров там без вопросов, они и так помогают мне играют. А с Ивани немножко обсуждаете спор усы бомбардира? Нет, у нас такого нету, без разницы. А что Мирослав говорит? Ну, вы там вдвоем высоко, а что Мирослав говорит? Да нет, а что мы высоко? Мирослав там тоже близко. Мы не обсуждаем это. Может где-то подкальнем друг к другу. Там про лучшего новичка, там нападать. Так, может этот прикольчик как-нибудь будет. Ну так, нет, никто еще, такого нету. Син Волочко отправляется на матч звезд. МХЛ. С какими словами его отправить? Потому что завтра мы с Таганем недоступили. Ну, да. Я говорю, в первую очередь, чтобы он не волновался. Показывал свою игру, свой хоккей. Чтобы все у него получилось там. И забил Лакросс. Ну вот, ты показал ему пару культов? Лакросс? Это к Степану Злягину. Он спец по Лакроссам? Да, Степа он спец по Лакроссам. А вот, если бы тебе дали шансы, тебе бы сказали, ты должен чему-то научиться после Волочко. Чему бы ты научишься? Вот быстро, да? Не забивать. Да сложно, что-то. Волына все умеет. Где-то надо просто улучшить игру. А были ребята, которые просили о чем-то после? Потому что Линский Габбинс команда рядом были. Войны какие-то суммениры? Может и просили, я не слышал. А как ты думаешь, что от Лико собрать хороший шумадан? Ну, я не знаю, я думаю, возьмет на всякий случай. По приезду может что-нибудь возьмет, пацана может попросит. Но я не слышал, что кто-то просил. А главное, ты как-то вообще говорил об этом? При команде, может быть? Или по полу? Да нет, в принципе, я думаю, только в команде. Так чуть-чуть подкололи его сначала. Пожелали удачи, так нет. Не особо играется. Просто там пожелания, пацаны не показали и все. Насколько ты удивился, когда увидел Андрея Александровичу Белкораду? Ну так, непривычно было. Да нет, прикольно. Поехали. 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 Поехали.